Рабочая поездка делегации из города Сиагань началась с официального приёма. Брестско-сиаганская дружба длится уже не одно десятилетие. Первый договор о сотрудничестве был подписан ещё в 1993 году. А потому в областном центре китайских коллег встречают как надёжных партнёров и единомышленников. Мы очень рады приехать в наш дружественный город, город Брест. Надеюсь, наш визит в этот раз позволит укрепить побратимские отношения, сделает их более разноплановыми, расширив сектор наиболее активных сфер взаимодействия. Не один год побратимских связей объединяет китайский Сиагань и белорусский Брест. Причём дружба эта измеряется проектами в разных сферах. Несмотря на то, что Китайская Народная Республика во многом является флагманом для мирового рынка, сотрудничество со странами СНГ, в частности с Белоруссией, для неё также важно. Сегодня из Брестского региона в Поднебесную активно поставляются продукты пищевой промышленности. Покупают китайцы белорусское молоко, сливки, сыворотку. Лидер в этих поставках предприятия-гигант не только Брестской, но и в целом белорусской промышленности. Компания «Савушкин продукт». Особым спросом пользуются также продтовары от Брестского ликероводочного завода «Белалка» и «Брестского пива». Так только за период с января по сентябрь 2016-го темп роста экспорта составил порядка 170%. Как подчеркнул Александр Рогачук, во многом такие отношения подкрепили и личные точечные контакты. Работу в этом направлении, по мнению председателя Брестского горосполкома, необходимо продолжить. Без личных контактов, без общения с лицом невозможно дальше развивать наши отношения. Я уверен, что впереди наши новые проекты и уверен, что впереди новые хорошие символы наших замечательных побратинских отношений. Что же касается обратной связи, то Брещан в городе Сяогань интересует технологии строительства. Причем касается это и непосредственно возведения жилых кварталов и планировки дорожных путей и развязок. Китай давно зарекомендовал себя как страна перспективных передовых технологий, многие из которых активно применяются при возведении новых районов. К слову, в Бресте уже в следующем году появятся два дома, построенные при участии технической помощи Китайской Народной Республики. Их сдача запланирована на март-апрель 2017-го. Совсем скоро областной центр встретит свое тысячелетие. И сегодня представители городской вертикали власти работают над реконструкцией отдельных объектов инфраструктуры. Участие в их разработке и перепланировке китайских коллег было бы особенно актуально, уверен мэр города Александр Рогачук. Тенденции такие, что нам просто интересно, что организация дорожных движений, строительных подходов, чтобы не копировать, но что-то взять на себя, и просто экспортные решения, что делать дальше. Там тенденция развития общественного плана, тенденция развития дорог. В целом, организация дорожного движения, это очень важная тема для нашего города. Планов у представителей двух сторон открытого диалога немало. А это значит, что, возможно, уже совсем скоро, вслед за устными договоренностями, в Брест и Сиогань приедут новые совместные проекты и инвестиции. За 20 лет мы многое сделали в сферах экономики, промышленности, образования. Надеюсь, сможем сделать и еще больше. В Китай из Бреста уже давно привозятся продукты сельского хозяйства, перерабатывающие промышленности. И китайскому населению очень нравится эта продукция. Кроме того, в Сиогане сейчас активно работает наш совместный завод. Думаю, в ближайшее время мы еще сможем посотрудничать и в строительной сфере. Я очень рад, что сегодня мы сузили наши точки соприкосновения до двух очень серьезных проектов. На самом деле, нам важна экспертная оценка китайских партнеров в отношении тех мер по организации дорожного движения, по строительству новых дорог, которые мы делаем и будем делать в нашем городе. И, конечно, очень важная точка соприкосновения – это предстоящий ремонт Кобринского путепровода, который обозначен планом подготовки к тысячелетию, и к которому я очень скрупулезно отношусь с учетом тех возможных последствий для города, тех неудобств, которые будут созданы, если мы войдем в реализацию капитального ремонта. А это просто объективная необходимость. Конечно, опыт наших китайских партнеров, которые, на самом деле, много строят мостов, именно наш город Силагань, он здесь понадобится. А в идеале, конечно, было бы замечательно, если бы мы могли привлечь китайские инвестиции и на реализацию данного проекта реконструкции Кобринского путепровода. Это был бы такой точечный, хороший проект помощи города Побратима нашему городу Бресту в контексте тысячелетия. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «Буктово». Спасибо. Продолжение следует...